Для всех заграничных граждан, имеющих своей целью жить и работать в нашей стране, получение разрешения на временное проживание РВП обязательно. РВП представляет из себя штамп, проставляемый в паспорт. В каждом конкретном случае набор бумаг будет несколько отличаться. Однако некоторые требования общие, в частности, к фотокарточкам и по оплате госпошлины. Помимо размера 35 на 45 мм и количества два экземпляра, фотокарточка должна быть вам фас, четкая, желательно на матовой бумаге. 60% фотокарточки должно приходиться на лицо, без очков с непокрытой головой. Исключение – религиозное убеждение и постоянное ношение очков. Можно фотографироваться с покрытой головой, но при полностью открытом лице. А очки должны быть без тонировки. Перед подачей заявления на РВП необходимо оплатить госпошлину в размере 1600 рублей. Также, если исключить ряд нюансов, то стандартный набор бумаг будет выглядеть так. Документы на РВП без квоты, документы на РВП по квоте. Рассмотрим их подробнее. На получение РВП вне квоты имеют право лица, способные документально подтвердить Факт «Рождение в Российской Федерации», в том числе и в период существования СССР, при наличии гражданства последний. Свою недееспособность при наличии дееспособных детей россиян, наличие недееспособного родителя гражданина, наличие несовершеннолетнего ребенка россиянина, наличие совершеннолетнего ребенка россиянина, признанного недееспособным, факт заключения брака с россиянином, факт службы в российских вооруженных силах, факт участия в программе переселения соотечественников. Плюс документ, подтверждающий право на получение РВП вне квоты, например, брачное свидетельство или военный контракт. Важно! Мужчинам после 60, женщинам после 65, детям до 14 лет и участникам программы по переселению соотечественников сдавать экзамены на знание русского языка «История законов России» не требуется. Квота – это ежегодно определяемое правительством России количество РВП, которое может быть выдано. Для каждого региона Российской Федерации она своя. Так, для Москвы выделяется порядка 2000 разрешений ежегодно. Итак, стандартный пакет документов включает заявление двух экземпляров, две фотографии, паспорт, справку об отсутствии судимости с нотариально заверенным переводом для визовых иностранцев, документы, подтверждающие прохождение специальной медкомиссии, документы по сдаче экзаменов на знание русского языка «История законодательства России», миграционную карту, уведомление о постановке на миграционный учет. На несовершеннолетних детей предоставляется схожий пакет документов, за исключением документов на знание русского языка «История законов России». Они не требуются. Также до 14 лет не требуется справка об отсутствии судимости. Если нет паспорта, предоставляется лишь оригинал свидетельства о рождении. От детей старше 14 лет требуется нотариально заверенное согласие на проживание в России и справка об отсутствии судимости из страны прибытия. Все документы не на русском языке подлежат обязательному переводу. Перевод заверяется нотариально. Однако, как мы уже упоминали, при формировании набора документов необходимо учитывать особенности каждого конкретного случая. Здесь приводятся только общие рекомендации и данные. Подать документы можно в любое местное ГУВМ МВД, либо многофункциональный центр. Подавать документы заявитель должен лично. Причем подавать можно одновременно на себя, детей и опекаемых лиц, признанных недееспособными. Важно, если у родных фамилия отличается от фамилии основного заявителя, необходимо предоставить подтверждение родственных связей, например, свидетельство о рождении. Так как для сбора необходимых бумаг, например, медицины и справки из полиции, требуется время, рекомендуется начинать их сбор и подготовку заранее, минимально за 30 рабочих дней. Тем, кто подает документы по квоте, также необходимо учитывать, что количество квот уменьшается к концу года. Поэтому более ранняя подача заявления дает более высокие шансы на получение РВП, особенно в регионах, где количество квот изначально невелико. Рекомендуется подавать документы сразу после новогодних праздников. Чтобы подать документы на РВП без хлопот, мы рекомендуем обращать пристальное внимание на все этапы их подготовки. Идеальный вариант – помощь квалифицированного специалиста. Роско. Доверь свой бизнес профессионалам.